Национальная идея Мангелик Ель, заложенная в основе нынешнего послания главы государства и ставшая главной политической доктриной страны, обсуждалась в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Масштабный молодежный форум собрал полторы тысячи студентов. Гульнара Умарбекова подробнее. В зале 20 студентов собрались лидеры молодежных организаций, активисты студенческих объединений, а также представители Акимата, депутаты, руководители вузов. Чтобы сохранить себя, самобытность, стать государством, надо иметь большие цели. Об этом президент говорит. Это язык, это культура, это экономическое единое пространство и национальное достоинство. Вот это, об этом. Спокойно мы говорили сегодня на эту тему. Мы обсуждаем все основные позиции, основные положения нынешнего послания нашего президента. И особенность также для нашей молодежи – это создание моделей и полностью диверсификация нашей экономики от сырьевой направленности к экономике, основанной на инновациях, на знаниях. А это тоже связано с образованием. Судя по выступлениям студентов, они уже понимают, какая серьезная задача на них возложена. Я хочу вам сказать, что основная изюмика данной стратегии в том, чтобы мы, молодежь, были самым главным и в первую очередь самым важным катализатором в новой системе и в новом развитии нашей страны Казахстана. Государство 21 века – это развитая страна, это здоровые граждане. И самое важное, наверное, для нас, молодежи – это создать и осуществить программу «Интеллектуальная нация-2020». На форуме было принято обращение студентов к молодежи Казахстана. Мы убеждены, что выполнение стратегии – это гражданский долг и честь каждого патриота страны. Это один из пунктов обращения, который о многом говорит. Гульнару Марбекова, Галым Шалабаев, Алматы. Глеб Валентин. Глеб Валентин. Продолжение следует...